Продолжение следует... Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Степан Маслов. Сезон в самом разгаре. И сегодня у нас первая серия в этом сезоне про нашу Гидрокаву, про наш водный мотоцикл. Для тех, кто не знает про этот проект, последний видос на самом деле был про него в ноябре прошлого года. Поэтому именно для таких людей я немножко расскажу, что это за мотоцикл, откуда он появился и как он работает. Это Kawasaki KX450 2017 года. Он был нами перестроен в водный мотоцикл, который умеет ездить по воде в 2018 году. Это был первый мотоцикл в России на тот момент, который умел ездить по воде. И на самом деле до сих пор ситуация не поменялась. После этого мотоцикл многократно модернизировался, мы много что меняли и пришли к конечному конфигу. За моей спиной находится моя команда. Это мои верные друзья, которые от начала проекта и по сегодняшний день в теме помогают. И мы вместе с ними все придумываем, модернизируем и двигаемся дальше. Это Данила. С ним мы изначально строили мотоцикл. Он полностью проектировал конструкцию лыж, всего подвеса и много чего. То есть это изначальный куратор проекта. С него все началось. На данный момент основным механиком проекта является Алексей. Основная работа, которая сейчас проходит над мотоциклом, проходит именно с ним. Ну и Данил, естественно, тоже как бы на телефоне. Мы постоянно созваниваемся, корректируем что-то там. Короче, держимся вместе. Почему, собственно, мы решили сегодня снять именно последний тест? Все дело в том, что вчера я позвонил своему хорошему приятелю и попросил его одной простой элементарной вещи. О резиновой лодке с маленьким мотором. На что он мне сказал, Степыч, как бы лодки с мотором резиновой у меня нет. У меня есть как бы небольшая лодка. Не могу на ней прийти. И, короче, он приехал сегодня на лодке. Сейчас вы его видите. Это полный трэш. Девочки, на руку! Несмотря на то, что мы ничего не снимали в этот сезон про этот мотоцикл, не выкладывали ни одного видео на канал, работа была проделана большая. У нас уже было больше 10 выездов. И в совокупности по воде я проехал более 100 километров. И, в принципе, меня можно уже возводить на уровень капитана первого ранга. Не запоминал мой взгляд. Готовно 30 секунд. Сегодня у нас последний тест этого мотоцикла на данном конфиге. Мы будем ездить по течению, по быстрому течению, 12 километров в час, река Нева. Нам нужно понять, как будет отличаться скорость по течению и против течения. Соответственно, где она будет убавляться, где она прибавляться и на сколько. Все дело в том, что даже на этом конфиге, который более тяжелый и менее технологичный, этот мотоцикл невозможно утопить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Очередные тесты удались. Несмотря на большой ветер, встречное течение, и на то, что это все-таки старый конфиг, он показался отличным образом. Съезды по берегу были буквально пятиметровые. На первую передачу заезжал в воду, все работает отлично. Несмотря на сегодняшние удачные тесты, как я уже и говорил, мы не зря потратили время этой зимой. Мы разработали для вас новый конфиг, и вот там-то будет самое мясо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...